Привет, мои хорошие! С вами Селена Свои. Сегодня у нас будет необычное видео. Сегодня будет у нас биоревитализация. Я всё время это слово никак не могу запомнить. Да, я решила, я же всё уже молодеть пора. Видите, у меня морщинки так вот немножечко. Ну, я думаю, что уже пора. 32 года. Нужно что-то уже немного вкалывать в себя. И, в общем-то, мне посоветовали, что биоревитализация – это одна из таких вот процедур, с которых можно, в принципе, начать. И я вот хочу вас познакомить со Светланой. Привет! Это тот косметолог, который будет мне делать эту процедуру. Я боюсь. Я вижу, Селена переживает и нервничает. Да, но Света мне сказала, что есть два вида процедуры, и мы будем делать одну из них, которая вообще безболезненная. И вот расскажи о ней, о методе этого. Дело в том, что Селена у нас человек активный, она блогер, мама, ведет общественный такой образ жизни. Поэтому ей, наверное, очень тяжело будет выпасть какой-то период времени из социума. Поэтому мы с ней будем делать биоревитализацию в технике с использованием иглы конюля. Эта техника позволит нам сделать биоревитализацию таким образом, что после нашей процедуры у Селены не будет реабитационного периода. То есть от меня она уйдет без папул, без покраснений, синяков и ссадин, что позволит ей, в принципе, вечером нанести макияж и выйти к вам в прямой эфир. Вот, это отлично. А вообще обычно делается два вида, и вот делается с угольчиками, да, такими? Ну да, это техника проведения процедуры. Есть папульная, есть бугорковая, есть вот такая, которую мы сегодня будем делать. Это, как я уже сказала, с использованием иглы конюля. Как она выглядит? Покажи. Значит, сейчас она у нас запечатана, она стерильна, в одноразовой упаковочке. Она длинная. Сейчас мы будем использовать иголочку 22G на 5 сантиметров, то есть длина ее 5 сантиметров. Она абсолютно безопасна, и безопасность ее заключается в том, что она тупая игла. Вот, в отличие от, например, если мы возьмем с вами обычную иголочку, даже любую маленькую, да, вот такую, да, которую используются у нас в косметологии, казалось бы, эта иголочка очень маленькая, но, тем не менее, она больше несет в себе опасности, чем вот эта длинная 5 сантиметровая иголка. Почему? Потому что эта иголка острая, и она режет сосуды. А эта иголочка тупая, и она не может в априори повредить ничего абсолютно. То есть ни сосуды, ни нервные окончания. Она несет просто в себе функцию доставить препарат туда, куда нам нужно. И не повреждает ничего. Поэтому не будет ни синячков, ни ссадин, ни папулок, и не будет реабилитационного периода. Анестезию мы будем делать или без? Вообще, в принципе, данная процедура не требует анестезии. Она абсолютно безболезненна, поэтому анестезию мы проводить не будем. И скажи еще препарат. Что за препарат? Разные препараты же делают? Девочки, ну, в косметологии используют очень много препаратов. Сейчас рынок косметологический переполнены различными препаратами. Но с Селеной мы сегодня выбрали препарат под названием Хуарон. Данный препарат к нам пришел из медицины. Его широко применяют в офтальмологии, а также применяют при лечении разных заболеваний суставов. И также используют в косметологии. Это гелонуроновая кислота высокой степени очистки. Она увлажняет кожу и борется с мелкими морщинками, с пигментацией. Вот, например, Селена, да, она у нас девушка активная, мама. Она часто бывает на свежем воздухе. Но, тем не менее, наша кожа пережила очень большой стресс во время зимы. Это мороз, правильно? Ветер, наша кожа начинает реагировать на этот стресс. Она сохнет, появляются какие-то пятнышки на коже. Вот этот препарат нам поможет справиться с вот этими неприятностями. Но морщинки у меня уйдут, вот эти вот маленькие? Ну, с этими морщинками лучше всего, конечно, бороться с помощью ботокса. Но все равно какой-то эффект, конечно, положительный окажет биревитализация. Но если вы хотите вот от таких морщинок избавиться, то лучше проводить ботулинотерапию. Это уже наверняка. Ну, начнем мы с биревитализации. Посмотрим, что это вообще за такое... Что это вообще такое? И вот я немножко боюсь, переживаю, потому что теорию мне рассказали, вот практика, это другое дело. Так что сейчас мы ложимся, подготавливаемся, и я все буду для вас снимать. Кому интересно, оставайтесь. Какой гламурис у тебя тут? Ловитон? Да. Желтенькая повязка, вообще, я гляну, какая красивая. Это будет у меня на заставке. Я так переживаю, если честно, потому что это все равно проколы, иголка. И я больше переживаю за, ну, вот, больно-не больно. Так что вот сделает, и я вам все скажу, как оно будет. Кстати, сама процедура минут 20 будет длиться, да? Да, не больше. Именно вот иголочка. Сейчас у нас будет очищение. Иголочка минут 5. А, иголочка вообще минут 5. Супер. У нас просто... То есть это с очищением, да? Ну да. Мы должны умыться, очистить верхний слой кожи от забрезнений. Ой, как пахнет. Ароматерапия началась. Ну, наверное, это самое приятное. Извините, процедуры. Ты готовишь меня, да? Да. Не снимаю до, потому что моя камера просто не передаст, что до. У меня вот лицо на камере ровное, и казалось бы, ничего не надо делать. Но я-то знаю, что надо. Пора. Вообще во сколько возраст, ну, как бы рекомендуется начинать уже, например, вот эту процедуру? Ну, я вам так скажу, что ученые уже установили, что начинаем мы стареть с момента рождения. Вот, но с рождения, конечно, наверное, не стоит. Когда вы начинаете уже сами по себе замечать, что ваша кожа начинает меняться, не в лучшую сторону. И что с ней случилась какая-то проблема, да? И она стала сухой, обезвоженной. Дрябленькой, да? Морщинки уже. Показания уже к проведению перевитализации. Ну, в основном девочки после 25, ближе к 30, начинают уже прибегать к слугам косметолога. Это же процедура, она еще выравнивает цвет лица, да? Конечно. То есть под глазками, вот здесь у меня пятнышки вот после акне есть. Конечно. Она осветляющим эффектом обладает, увлажняющим. Так, мы вскрыли наш препарат. Я показываю усиление срок годности, чтобы она зафиксировала и знала, что препарат у нас годен до 13 сентября 2020 года. Обращайте, пожалуйста, на это внимание. А косметолог всегда должен на это внимание наше заострять. А будет у нас какое-то стоп-слово? Это как? Передышка. В ролевых играх просто, когда заигрываться, стоп-слово какое-то, типа, что все, все, хватит. Не выложу. Ну, ты мне можешь дать знать, там, какое-то. А разговаривать нельзя, смеяться, что-то? Ну, лучше ни того не делать. Лучше закрыть глазки, расслабиться и получить удовольствие. Прямо сложно делать в таких условиях. Ай, я не могу. Я просто в лицо еще ничего, ни разу, никаких уколчиков не делала. Поэтому, так сказать, можете посмотреть на нашу иголочку. Тоже первая карта. Сейчас мы сделаем место вкола. Ты не будешь постоянно туда вкалывать, выкалывать? Одни раз вкололи, все, да? Ну, твоя задача сейчас, Леночка, это закрыть глазки и расслабиться. Если ты будешь чувствовать какую-то острую боль, ты мне скажи, там, дай знать, там, рукой. Она уйдет. Да, и она уйдет. Рукой, а можно сказать? Сейчас? Или вообще? Когда будет какая-то... Так, ну все, начинаем. Сейчас мы сделали прокол. Сепарируем иголочкой его. Входим-ка. Селен, не больно? Угу. Ощущение, да, какое-то есть, то, что у тебя под кожей что-то находится? Угу. Стра боли нет. Сейчас будет небольшое такое чувство распирания. Угу. Вот мы векторно раскладываем препарат под кожей в нескольких направлений. Как чувствуешь, Селен, все нормально? Угу. Под кожей мы раскладываем вектор на препарат, и кровеносная система у нас разносит этот препарат по всему лицу, что дает очень глубокое увлажнение коже. Все, одна сторона у нас готова. Готово. Угу. Селен, я полагаю, в зоид класс. И вы разговариваете, что-либо сказать, нельзя же? Или можно? Можно. Сейчас уже можно, пока вторую сторону. Ну, девочки, можете обратить внимание, нет у нас ни синяков, ни ссадинку. Да, чувствуется, что что-то есть внутри. Убрела сразу же розовый такой цвет, здоровый. Абсолютно. На удивление не больно было. Ну, как бы, просто чувствуется, как бы, ну, только бы, даже тупая игла, то, что это чувствуется. Так, я ухожу. Все, вот такие, мы молодцы. А когда не видишь, что происходит, вообще фантазия гордит. Ну, ты увидишь потом на видео. Наверное, это страшно. Нет. Нет. Абсолютно. Нет, ну, кстати, смотрится, наверное, это ужаснее, чем есть, на самом деле. Обратите внимание, какие у Силены стали розовые красивые щеки. Я не знаю, видно ли это на видео. Нет, камера этого не передает пока. А вживую вот она лежит, и щеки сразу стали розовые, красивые, такой прям здоровый цвет лица. Правда, вот она сразу видна. Все, больше не будет никаких прокладов? Нет. Нет, все, наша процедура окончена. Вот, не знаю, на видео, наверное, будет видно, сколько она заняла у нас времени. Я думаю, где-то не больше двух минут. Да, очень быстро, очень быстро. Ну, а теперь твои ощущения, Селена. Абсолютно не больно. Просто чувствуются, ну, новые ощущения, но они не болючие. То есть не острые. То, что я очень боюсь, острые боли. Острые боли никакой нету. Вообще, в принципе, боли нет. Какие-то ощущения просто новые очень для меня. Что под кожей, наверное, что-то вот находится. Ну, нет, я знаю просто, как я делала губы, я знаю, что такое распирание, но оно даже не такое, как с губами. С губами чуть больнее распирание. Хотя последние губы я делала вообще неудобно даже не было. Ну, вот смотри, Селена, я могу тебе теперь дать потрогать иголочку, посмотреть на нее. Да. Дальше она у нас была в стерильной упаковке, теперь она у нас уже использована. И что, ты мне ее до конца выбрала? Да. Все вот так. Вообще, я не представляю. И можешь потрогать ее пальчиком. То есть она не острая. А что ты не показываешь, да? Такая смотрит. Она не острая. А, да, она тупая. Она тупая. Вот за счет этого она очень безопасная. Она огромная, страшная. Ну, вот несмотря на то, что она смотрится вот так ужасающе, да, на самом деле она довольно-таки безопасная и щадящая. Слушай, а вот то, что лоб, вот это все, она будет распределяться вот так, с этих вот вектором, да? Наша кровеносная система сразу же подхватывает препарат и разносит ее буквально по всему лицу. Препарат разносит. Вот. Поэтому кожа во всех зонах увлажнится, напитается. А сколько времени разносить будет? Ну, вот в течение, наверное, вот ближайшего, может быть, часа. Вот как вот мы делаем. Ну, ничего не чувствуется. А ощущение, как будто, знаешь, я сейчас потрогаю, и там такие вот, как будто что-то есть. Я не знаю, как будто нити натянули, что ли. Вот какое-то ощущение такое. Натянули. Да, да. А, ну распирание же, понятно, что вели. Ну все. Ну супер вообще. Так, ну все, я прям переживала, боялась. На самом деле это не так страшно и вообще. Распирание будет у меня в течение... Да, до завтра будет еще распирание. Чувство. Чувство, да, такое, что вот как бы что-то, что-то мне омолодило сразу. Кожа натянулась, как говорится. Вот. И потом будет такое вот увлажнение. Ну что, процедура, значит, первая моя такая процедура серьезная, можно сказать, со шприцом. Прошла успешно. Ой, да будем мы все молодыми, девчонки с вами. Да? И красивыми. Вот. Так что большое спасибо Светлане за то, что все так было легко. Легкая рука. Замечательно, отлично. Можем уже расклеиваться. Вот. Разбираем. Да, Света делает очень много разных процедур и увеличение губ. И что ты еще делаешь? Какие процедуры ты делаешь? Различные химические пилинги, чистки лица, карбокситерапия, скулы, губы, мезотерапия, лечение прищечков, акне. Ну, как и все другие косметологи. Ну, уж нет, правильно. Ну, супер. Я, короче, посмотрим тогда, что у нас вот с этой процедурой, да, будет. И, в общем, да. Потом может быть еще какая-то. Ну, да, девочки, обратите внимание, что нет папул, правда же, нет кровопотеков и нет синяков. Есть вот места вкола, но они уже сейчас успокаиваются. И, в принципе, я думаю, что через пару часов их даже не будет видно. Ну, да. Мне, как для блогера, это очень важно. Потому что я слышала, что другая процедура, она, ну, как бы там время нужно для реабилитации. Щеки, правда, ли не розовые стали? Вот. Можно улыбаться, мимику все делать. Я переживала, что нельзя. Потому что, когда губки колешь, там, вот, вроде бы, какое-то время нельзя. Мне вот говорили, что нельзя двигаться. Поэтому у меня такое ощущение, что мне хочется так ничего не делать. Вот. Все. Я рада, счастлива. Я контакты все оставлю под видео. Свет, это тоже у нас косметолог в Ростове. У нее свой салон красоты, где они меня с Аней все время делают красоту. В общем, я с ними замечательно вот так выгляжу. Благодаря этим мастерам. Все. Увидимся тогда еще. Обязательно. Пока. Мне теперь нужно посмотреть, как эта процедура выглядела со стороны. Ой. Свет, скажи, пожалуйста, сколько ты мне сделала, кстати, этого, миллилитраж? Ну, мы делали с собой препарат Куарон. Там шприцы содержатся 2,5 миллилитра препарата. Что, кстати, очень хорошо, потому что многие компании, которые изготавливают биревитализанты, делают шприцы по 1 миллилитру. Здесь 2,5 миллилитра, что дает в полной мере увлажнить кожу и получить хороший результат. И скажи, пожалуйста, вот какие-то, что там можно, нельзя, солярий, вот после этой процедуры? Да, есть небольшие ограничения. После данной процедуры в течение 7-10 дней не рекомендуется посещение солярия, посещение бассейна, сауны. И все, в принципе, да? Нет. Отлично. Ура! Спасибо. Не за что. А знаете что, я решила пока еще не заканчивать видео, и давайте несколько дней мы протестируем и посмотрим, понаблюдаем, какие будут изменения и ощущения происходить с моим лицом после биоревитализации. Вот. Сейчас у меня ощущение такое, вот знаете, представьте, что у вас где-то есть на теле синячок, и на этот синячок надавить. И вот такое ощущение какое-то такое, знаете, тупое. Ну, не болючий синяк, а такое вот. И у меня сейчас вот с двух сторон такое ощущение. Давайте протестируем, через сколько оно пройдет, и какие будут изменения, я буду за собой наблюдать. Потому что после этой процедуры я теперь не прохожу мимо ни одного зеркала. Вот. Еще мне девочки дали с собой вкусняшки. Такие вкусняшки офигенские, блин. Просто сейчас дождь, занемите далеко. И они мне отдали свои. Спасибо им за это большое. Все. Так что оставайтесь еще со мной, мы понаблюдаем. Потому что мне Света сказала, что в течение там, ну, по-разному у всех там, может, через день, через два, ну, происходить какие-то изменения, улучшения. Вот. И у всех по-разному наблюдаются. Ну, я поделюсь своими наблюдениями. А в конце я хочу включить, не монтируя видео, включить видео, как она мне делала саму процедуру, и заснять свою реакцию на то, что я увижу. Реальную, живую. Итак, сейчас я хочу снять свою реакцию на то, как я буду смотреть видео, где мне делали гиарулонку. Потому что я с закрытыми глазами была. Сейчас посмотрим. Ой, ну, в принципе, выглядит не ужасно. Иголочка до конца не вылазит. Примерно мне так и оказалось. У меня даже на лице ни один мышц не дрогнет. Я думала, что будет все намного ужаснее. На лице. А когда не видишь, что происходит, то вообще фантазия будет. Ну, ты увидишь, потом я видю. Наверное, это страшно. Нет. Ну, не страшно. Правда. Ну, кстати, смотрится, наверное, это ужаснее. Прошло 3 дня после процедуры. Хочу дать свою окончательную оценку, отзыв этой процедуре. Если честно, мне эта процедура вот прям вот внутри вот так, да, напомнила очень RF лифтинг. И эффект у них примерно одинаковый. То есть лицо действительно становится в тонусе. Оно больше такое эластичное. Больше такое... То есть явных таких вот, может быть, что я ожидала, да, изменений нет. Я хотела, чтобы прошли все морщины, все поисчезало. Но это не тот. Это более такая... Более легкая процедура. Я теперь поняла, почему мне сказали начать именно с нее. Вот. Потому что, да, лицо становится более здоровое. У меня вот даже какие-то пятна, которые были вот здесь, вот немножечко так сравнялись. Но я так поняла, что вообще более взрослым женщинам делают эту процедуру. Тоже курса. Там три-четыре раза. А мне, например, вот Света сказала, что может быть и с одного раза пойдет. Но мне кажется, что можно было бы и еще один раз сделать, да, чтобы прям закрепить результат. Вот. Похоже очень на RF лифтинг. Практически одинаковый эффект. Только единственное, получается, что здесь делаем мы с иголочкой. Там мы делаем аппаратом. Там нужно процедур нам восемь где-то, десять. А здесь достаточно три-четыре. Ну, это я в общем говорю, да, не для такой кожи, как у меня, а более зрелой кожи, где явные глубокие морщины, да. То есть мне достаточно там одного-два раза, да. Реф лифтинг тоже там я делала сколько там, пять-шесть раз, я не помню уже. Вот. И для поддержания тонуса своей кожи, чтобы она была эластичная, сияющая, выглядела здоровой, то есть естественной, да, то это замечательные такие процедуры. Если уж я хочу прям конкретно убрать морщины, то это, скорее всего, ботокс. Но меня прям, моя Кристинка категорически отговаривает пока делать ботокс. Говорит, пока не делай. Это же так приятно, когда есть свои какие-то естественные морщины. Главное, чтобы кожа просто была здоровой, естественной и здоровой. И морщинки, они порой даже бывают красят какие-то, да. Ну, я ее так послушала, на самом деле, я сама очень люблю какие-то морщинки у людей, потому что они все-таки говорят о каком-то опыте. Ну, что-то есть завораживающее, да, в морщинках. Поэтому многие звезды не делали ничего. Я пока что не буду делать. Мне понравился этот эффект от георулонки. Я пока что вот так все оставлю. Мне нравится. Вот. И что могу сказать? Ну, все. Я счастлива сделала этот уход. Теперь поддерживаю все масочками, поддерживаю все пальчиками. В общем, мне понравился эффект. Да, и абсолютно было не больно. Кстати, вот этот эффект, который я говорила, да, на щеках вот у меня такой остался, как бы, ну, то есть чувствовалось, что что-то там, да. На следующий день уже все прошло. То есть утром уже ничего не ощущалось нигде. И все было прекрасно. Мне было приятно наблюдать за лицом, что происходит. Ну, вот единственный момент, что могу сказать, что если вы хотите кардинальных изменений, да, удаления конкретно морщин и так далее, то эта процедура не подходит. Она подходит именно для поддержания естественного, естественного цвета, убирает какие-то там пигментные пятна лишние, да. Но не убирает морщины вот так, чтобы прям вообще раз и прям все там до и после просто кардинально. В принципе, на видео я посмотрела после того, как ввелся препарат. Прям видно было, что, да, щечки порозовели и стали такие более лощеные, что ли. Вот, ну, мне понравилась процедура. Я думаю, что это хороший уход именно для девушек, которые хотят поддерживать естественность пока что. Вот, а дальше, дальше больше. Дальше будет видно, ну, надеюсь, что мне не придется вмешиваться какими-то более серьезными препаратами, но посмотрим. Пока, в общем, так. Все, спасибо, Светочка, все супер, я любуюсь с собой в зеркале. И задавайте вопросы, если что, в Инстаграме, вот мой Инстаграм, там открытые комментарии и Директ, я общаюсь. В общем, так вот так. Все, люблю вас, целую, пока, до следующего видео. Подписывайтесь на наш канал.